Думаю, будет весело. Давайте скорее открывать крышки. Вита, начинай! О нет, какое ужасное начало! Я бы сказал колючее! Неужели мне придется есть этот кактус? Он же такой и страшный! Я точно уколюсь! Ладно, остается только надеяться на лучшее. Ай, как больно! Может, хватит? Конечно, нет! Ешь быстрее! Кажется, у меня появилась идея. Зачем я буду делать себе больно, когда я могу просто отрезать все иголки? У меня даже подходящие щипцы есть. Теперь мне не придется мучиться от каждого укола. Надеюсь, что кактус хотя бы вкусный. Ну как? Ты так быстро его съела, будто бы он сладенький. Нет, ничего подобного. Он отвратительный. Да уж, не чувствуется. Теперь моя очередь открывать. А ну стоять! Дамы вперед! Тем более мне выпало такое вкусное мороженое! Нужно его побыстрее съесть. Вита, куда ты утащила мое мороженое? Верни обратно. Ну уж нет. Видишь, у него круглые шарики. Это значит, что они мои. Я знаю, как это исправить. После теплой обработки шарики превратятся в жижу. А из-за треугольной формы рожка эта жижа будет моей. Готово. Как же вкусно! Да уж, я бы очень пожалела, если бы отдала мороженое Вите. Слишком уж оно классное. Ну что, Алекс, теперь ты можешь открывать свою крышку. Ничего себе! Какая красота! Такой аппетитный сэндвич! Так и хочется поскорее его слопать. Приятно осознавать, что мне не придется ни с кем делиться. Вся эта вкусняшка моя! Твоя, говоришь? А у меня появился план, как тоже полакомиться бутербродом. Алекс, тебя Вита зовет. Теперь нож поможет мне превратить квадратный сэндвич в два треугольных. Прости меня, Алекс, но я должна была это сделать. Пойми, я тоже очень проголодалась. Ах так! Посмотрим, как тебе понравится бутерброд с таким же треугольным перцем. Думаю, будет как минимум весело. Вкуснотища. Жаль, Алекс, что не ты ешь эти сэндвичи. Ах нет, совсем не жаль. Ха-ха. Ой-ой. А вот тут явно что-то не так. Откуда в бутерброде перец? Помогите! У меня есть кое-что, что поможет тебе потушить внутренний пожар. На вот, выпей. Скорее дайте мне жидкость. О нет. Что я только что выпила? А-а-а. Ничего себе. Вот это шоу. Посмотрим, что ждет нас в этом раунде. У Виты чипси. А что же у меня? Ух ты. Надеюсь, мне тоже повезло. О нет. Я вам не пес, чтобы собачий корм есть. Я так не хочу это делать. Ну, пока не придется, потому что первой буду есть я. Хочется поскорее слопать этот арбуз. Какой он сочный. Самое то для жаркого летнего дня. Я знаю, как можно тоже добыть себе немного арбуза. С помощью специальной ложки. Кейси, держи. С ее помощью есть будет удобнее. Спасибо большое. Это и правда удобно. А-а-а. Вот только теперь арбуз мой. Потому что ты нарезала его на круглые кусочки. В следующий раз будешь внимательнее. Думаю, эта история с арбузом многому тебя научит. Да я тебе сейчас... Получай. Мимо. Можешь кидаться сколько хочешь. А я пока буду доедать арбуз. Из-за тебя мне осталось совсем немного арбузика. Ну, хотя бы остатки я съем без чьей-либо помощи. Хочется. Готово. Витер, в очеред. Думаю, чипсики будут вкусными. Тем более Принглс. Я их обожаю. Я тоже. И не могу избавить себя от радости. Лишите Витту чипсов. Хорошо, что для этого нужно всего лишь взболтать пачку. Странно. А почему там пусто? Приди си чипсы. Какой кошмар. Кто послел так надругаться над ними? Чипсы в любом виде вкусные. А вот мне придется есть собачий корм. Он противный. Даже запах ужасный. Кажется, меня от него стошнит. Может, я не буду его есть? Ты еще как будешь? Вы только гляньте на то, какой он мерзкий. Ты угрыз. Хотя бы попробовать необходимо. Фу, Лия, какой ужас. Мерзость. Собачий корм нужно есть из специальной посуды. Скажи спасибо, что я захватила для тебя такую. Да уж, спасибо. В этой миске корм выглядит еще хуже. А есть его ложкой я просто не смогу. А я тебе помогу. Главное, не шевелись. Все равно попаду. Получай. Ну как, нравится? Нравится? Фу. Ничего хуже я в жизни не пробовал. Думаете, это смешно? Сейчас я покажу, что такое смешно на самом деле. О, как ты посмел. От нас теперь будет нести, как от собак. Вот это весело. Девочки, как вы думаете, в этот раз кому повезет? Сейчас узнаем. Точно не мне. А вот мне повезло. Обожаю роллы. Мне тоже. Мне выпал шоколад. К тому же очень вкусный. Его очень сложно найти в магазинах, поэтому он становится еще ценнее. Я знаю, что у всех присутствующих уже текут слюнки. Но я не собираюсь делиться. Вкуснятина. Так и хочется поскорее слопать все эти треугольные дольки. Как круто, что я могу это сделать. Но перед этим нужно показать шоколадке пару приемчиков каратэ. Вот так-то. Теперь все знают, что Кейси может издачи дать. А теперь я покажу трюк. Ловля шоколадки ртом. Но это еще не все. Поймать одну дольку может каждый. А вот поймать целую кучу долек гораздо сложнее. И у меня не получилось поймать ни одной. Какой позор. Да ладно тебе. Главное, что мне теперь можно приступать к роллам. Возьми, пожалуйста, палочки. О нет, я никогда не умел есть с их помощью. Если я сейчас буду учиться, то я точно ни одной шучки не съем. Но кто же мне мешает использовать палочки по-другому? Например, насадить на них роллы и есть прямо так. Это круто, удобно и руки чистые. А как же поделиться с подругой? Нет уж. Тем более, зачем тебе роллы? Тебя ждут очень сочные лимончики. Представляю, насколько они кислые. Фу, пошел вон. Я не знала, что лимоны возвращаются как гумеранги. Пошел вон, я сказала. Кажется, они теперь твоя судьба. Дурацкие правила челленджа. Точно. Я только что придумала, как сделать лимоны менее мерзкими. Нужно счистить корочку. Укс, Алекс, прости. Хотя твоя новая прическа очень подходит к твоей желтой футболке. Ладно, хватит баловаться, пора есть. Ой, кажется, из-за лимона я немного осузилась. Мне необходим освежающий душ. Вот теперь стало гораздо лучше. Вот это да, видела бы ты свое лицо. Только не лук. Я не хочу вонять. Вау, какой огромный кусок пиццы. Потрясающе. А у меня самая вкусная шипучка. Обожаю ее. Надеюсь, вы не будете против, если сначала я разберусь с этим гадким луком. Уж очень не хочется мне оставлять его на потом. Ну как, вкусно? Хватит издеваться. Мне и правда тяжело. Знали бы вы, насколько этот лук мерзкий? Если бы вы сделали один укус, он вас бы мигом вырвало. Кажется, и у меня что-то наружу просится. Вонище. Извините меня. Так-так. Я засекла круглые колбаски на пицце Кейси. Это значит, они мои. Приятно узнать, когда тебя ждут такие вкусняшки. А если вырезать небольшой кусочек, то можно сделать его квадратным. Это значит, что я смогу подкрепиться. Главное не запачкать руки, а то мне потом еще и шипучку есть нужно. Да как вы смеете? Как вам не стыдно? Это же моя пицца. Кусок квадратный, а значит он мой. Ну вот, мне почти ничего не осталось. Ладно, хорошо, что меня не полностью обнесли. Хоть чем-то полакомиться смогу. А меня ждет еще целая пачка шипучки. Интересно ее слопать. Выглядит она многообещающе. Ого, и правда круто. Но вы можете на нее даже не рассчитывать. Я сам ее съем. Красота. Как же вкусно. Хочу еще. Жадному Алексу шипучка может только на голову попасть. Вот так-то лучше. Будешь знать, как вести себя с подружкой. Ну вот, мне досталась маленькая пицца. А мой размерчик меня устраивает. Девочки, у меня огромная пицца. Есть. Ну что, начинай. Да уж, я со своей пиццей быстро справлюсь. Но зато я не испачкаюсь. Пицца на пару укусов. Я все. Продолжай. А, точно. Я засмотрелась на тебя и ко мне пришла идея. Я хочу нарезать свою пиццу. Но не на скучные треугольные кусочки. А сделать из нее спираль. Смотрите. Кто-нибудь когда-нибудь такое ел? Конечно же нет. Это мой авторский метод. И по совместительству очень быстрый способ съесть пиццу. Есть треугольники уже не актуально. Вот и все. Нэнси, продолжай. А у меня тоже есть свой авторский метод. Я сложу все кусочки пиццы друг на друга. И тогда у меня получится пицца-торт. Готово. Ну а теперь настало время пробовать. Девочки, пицца просто восторг. Только проблема в том, что я уже наелась. Джилл, у меня есть идея. Нэнси, давай, ты сможешь. Ты боец, Нэнси, не сдавайся. Давай, давай, давай. Да, я боец, я смогу. Я смогла, я съела. Ура, Джилл, она это сделала. Нэнси, ты молодец. Ой, какой милый маленький чупа-чупс. А у меня просто огромный. Ну да, огромный. Это ты еще мой не видела. Джилл, а что это за крошка у тебя в руках? Это крошка мой маленький чупа-чупс. Ну ничего, я не расстраиваюсь. Пусть он и маленький, но все же очень вкусный. Нэнси, смотри на Джилл. Она облизывает пустую палочку. Чего это вы смеетесь? Уже кончился, а я только вошла во вкус. Нэнси, твоя очередь. О, точно. Сейчас я его открою. Быстро и легко. Ой, Энн, прости, я не хотела. Так, на чем мы там остановились? О, какой вкусный. Такое ощущение, что он бесконечный. О, у меня появилась идея. Что, бокал? Ага, а теперь нужно всего лишь добавить огоньку. Девочки, сейчас будет жарко. И вот мой большой чупа-чупс превращается в сладкий напиток. Попробуем. Чупа-чупс в жидком состоянии даже вкуснее, чем в твердом. Жаль, что быстро закончился. Нэнси, а можно поаккуратнее? Рядом с тобой я переживаю за свою жизнь. Меньше слов, Энни. Скорее ешь свой чупа-чупс. Точно, скорее бы его попробовать. Ого, какой он тяжелый. Девочки, мне его не поднять. Помогайте. Тяни, тяни же. Ух, я выдохлась. Тут нужен либо великан, либо мой молоток. Девочки, поберегитесь. Сейчас я расправлюсь с этим гигантом. Еще парочку ударов, и он расколется. Осталось совсем чуть-чуть. Ну же, давай. Ура, готово. Ну что, план сработал. Против молотка никто не устоит. Попробуем. Ммм, вот это вкуснятина. Хочется еще, и еще, и еще. Остались только крошечки, но это самое вкусное. О нет, мне досталась самая маленькая бутылочка кока-колы в мире. А у меня, наконец-то, нормальная порция. Мне подходит. Посмотрите сюда. Это же гигантская бутылка кока-колы. Ого, Нэнси. На фоне моей твоя порция выглядит смешно. Не слушай ее. Ты самая милая бутылочка в мире. И я уверена, что самая вкусная. Так и есть. Хочется еще. Что? Неужели закончилась? Не переживай, Нэнси. Я продолжу. Сейчас мы попробуем тебя, кока-кольная конфета. О, какая ты вкусная. А Джилл хороша. А как же эти остатки на дне? Я не могу их там оставить. А ну-ка, идите сюда. Ага. Эй, мой палец. Он застрял. Не переживай, я тебе помогу. А ну, вытаскивайся. Не получилось. Нэнси. Проще простого. Нам потребуется масло. Иди ко мне, пальчик, я тебя спасу. Вот так. А теперь можно вытаскивать. Как по маслу. Не благодарите. Н, продолжай. Легко. Открываем. Ой, тяжелая какая. Почему все огромное такое тяжелое? Но зато это супер вкусно. Девочки, смотрите, не обзавидуйтесь. Вообще-то выглядит так себе. Что ты говоришь? А это? Сейчас облежу. И снова у меня самая маленькая порция. А мне и такой шоколадки хватит. Девочки, у меня шоколадка великана. Но первый пробует Джилл. О, идея. Для маленькой шоколадки маленькая кухня. Для начала я возьму маленькую кастрюльку. И поставлю ее на эту маленькую плиту. Внутрь положу крохотную шоколадку. И к ней добавлю молочко. Включаем и ждем. Она начала таять. Ура! Получился горячий шоколад. Теперь налью его в крохотную чашку. О, это так мило, что даже жаль пробовать. Но все же вкусно. И все. Ну вот, я закончила свое шоколадопитие. Следующий. Ура! Освобождаем шоколадку от лишнего и кусаем. Ну и что может быть лучше такого способа? Ну вот, я закончила. А что не так? Я просто давно не ела шоколад. Соскучилась. Так, ладно. Как же мне съесть эту шоколадку? Придумала. Девочки, внимание, снимаю обертку. Какая же она аппетитная. Ну что, начнем. Я собрала всю свою силу, чтобы максимально измельчить эту огромную шоколадку. Нэнси, да ты просто Халк. Я и не такое могу. Сейчас я буду творить искусство. Вуаля, шоколадный дом. Но искусство искусством, а дегустацию никто не отменял. О, как же вкусно. О, у меня идея. Смотрите, я в домике. А крыши ничего так. Девочки, даже не думайте. Это мой шоколад. И я его съем весь сама. Ох, тяжеловато, конечно. Но это того стоит. Осталось совсем немного. Последний кусочек. И все. Ура, наконец-то мне повезло. Гигантское уро. Вау, и правда повезло. А нам нет. Мне досталась самая маленькая печенька. Ну ладно, не буду медлить. Искупаю в молоке и попробую. Ох, как же вкусно. О, у меня же осталось еще молоко. Девочки, за вашу красоту. А молока мне досталось много. Не могу остановиться, оно такое вкусное. Ну что, кто следующий? Нэнси, ну давай. О, точно, да. Теперь я. Какой аромат. Обожаю. Ну что, капитан Оруо отправляется в дальнее плавание по молочным берегам. Ну вот, он потерялся в молочном океане. Ну ничего, я найду его. Ням. Эй, ты чего там? Ой. А вот и капитан Оруо. Я же все равно вас съем. Вам не убежать от кровожадной Нэнси. Я закончила. Джилл, осталась только ты. Да. Стакан с молоком у меня слишком маленький, но все же попробовать стоит. Увы, не работает. Джилл, ты такая наивная. Ну ничего, у меня есть идея. Просто вылью молоко на Оруо и все. А теперь можно пробовать. О да, это очень вкусно. Но самое вкусное – это начинка. Энни, подержись. Ох, как же ее много. Ам. Спасибо. Обожаю Оруо. Остановиться просто невозможно. О, вроде бы все. Давайте начнем с простого. Приготовьте мне картошку фри. Запросто. Будет сделано. Как раз хотел научиться готовить. Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло. Его, кстати, много не бывает. Ну что, масло почти закипело. Это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри. Нет. Стоять. Ой, оно брызгается. Горячо, помогите. Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло. Масло нужно лить со всей осторожностью. Тогда картошечка поджарится равномерно. Ничего трудного. Окей. Картошка фри готова. Осталось только немного добавить соуса. Фри? По-моему, это обычная жареная картошка. Вот я приготовила настоящую картошку фри. И это еще не все. Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес. Мне понадобится бекон, соус. И, конечно же, душистый розмарин. Какой аромат. Да точно. У меня еще не все потеряно. Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее. Окей. Вот это да. Начну пробовать с картошки посередине. Бабуля, это очень вкусно. Ой, фу. Я терпеть не могу розмарин. Простите, госпожа повар, но мне не понравилось. Ну, вот идею с мармеладной картошкой я оценила. Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем. Пусть будет бабушка. Ура. В этот раз задача посложнее. Вам нужно приготовить суши. Будет сделано по лучшему рецепту. Суси, шуси. Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши. Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось. Обычные суши – это скучно. Другое дело – суши из разных конфеток. А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Хариба. Оу, красота. И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп. Интересно придумал. У меня тоже совсем скоро будут готовы суси. Главное – аккуратно повторять за шеф-поваром. Но пока ничего сложного. Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся. Соус добавлять и я умею. На это вообще особого ума не надо. Как это называется? Авокадо? Самое главное – все скрутить ровно. У вас, бабуля, уж точно не получится. Ну вот, идеальные суши готовы. Какой ужас! Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые. Самое время обернуть суши в лосось. Главное – не пожалеть рыбы. Нарезать ее толстенькими кусочками. И нельзя забывать про соевый соус. Рыба, говорите? Хорошо, будет сделано. Готово. Надеюсь, получится вкусно. Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно. Но я придумала оригинальный выход из ситуации. Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно. О-о-о-о! Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду. А вот сладкие суши я попробую с удовольствием. Ого! Вкусно, но совсем не сытно. Остался последний кандидат. Вот они, настоящие суши. И на вид, и на вкус. Госпожа-повар, вы победили. Спасибо, но это было очевидно. О-о-о! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас. Я слышал, что начинать нужно с теста. Думаю, с ним у меня проблем не будет. Добавим сахарку для сладости. Немножко перемешаем. Класс! А теперь добавим муку. Ой-ой-ой, кажется, что-то в нос попало. Вот тебе и вафля. Ничего страшного, продолжаем. Ого! Я высыпал целую пачку. Ну, наверное, так и надо. Осталось только хорошенько размешать. Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу. Поехали! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки. О да! Тесто получилось вкусным. А главное, без яичной скорлупы. Надеюсь, из него получится достойная вафелька. Все добавили сахар. Но я-то знаю, что сахар вреден. Так что вместо него я добавлю кабачок. Даже не так. Я сделаю вафлю из кабачка. Мне понадобится натереть его на мелкой терке. Готово. А теперь добавляем яйца. И, конечно же, муку. Хорошенько все перемешиваем. И добавляем зелени для вкуса. Звучит противно. Зато такое тесто гораздо полезнее вашего. Вот теперь его можно и в вафельницу залить. И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела. Да, время засечь – это правильная мысль. Ой. А я-то время не засек, и моя вафля сгорела. Горячо-то как? Ну ничего. Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа. А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом. Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним. Какая вкуснятина. А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами. Не терпится попробовать. Начну вот с этой. Ой, эта вафля какая-то пережаренная. Такое я есть не буду. А это что? Фу, эти вафли со вкусом травы и кабачка. Ненавижу. А вот это явно что-то вкусное. О да, именно то, чего я и хотела. Бабушка, ты побеждаешь. Ура. Не зря я так старалась. Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе. Окей. Будет сделано. Расплюнуть. Мне в голову пришла просто гениальная идея. Горячий кофе это скучно. Сегодня в моде холодный кофе. То есть фрапучино. Нужно закинуть побольше льда в большую кружку. А потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа. И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе. Он у меня, между прочим, из Старбакса. А еще коктейль из шоколадки Твикс явно не будет лишним. Его я немного взобью и использую вместо молочка. А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе. Растворимый. Я знаю, что моя внучка такой любит. Ну вот, думаю, достаточно. Добавляем взбитый коктейль. А сверху украшаем взбитыми сливками. Остались последние штрихи. Печеньки Оруа. И палочка Твикс. Ну и, конечно же, трубочка. Ох, дилетанты. Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе. С помощью весов я отмерю нужное количество зерен. То, что нужно. Теперь с помощью ручной кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции. Смотрите и учитесь. И вот только теперь я залью кофе кипятком. Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно. Теперь я налью кофе в чашку. А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную. Про правила подачи тоже не нужно забывать. Смотрите, какая красота. Начну с кофе посередине. Бабушка, я этот кофе всегда узнаю. И пора признаться, что он мне совсем не нравится. Окей. Вот этот кофе выглядит приятно. Вкусно, но немножко горьковато. Остался последний кандидат на победу. О, вот это реально круто. Братик, в этом раунде побеждаешь ты. Да, наконец-то.